Всем привет! Я Влад Соколовский. Я певец, музыкант, актер. И здесь я для проекта «Вместе». Я из Москвы. Мои родители творческие люди. Мама – воспитанница циркового шоу-бизнеса, назовем это так. Папа – балетмейстер-постановщик. В свое время, в 90-е, ставил очень многим артистам шоу, постановки и так далее. При этом, при всем, у меня в детстве случился такой интересный замес, потому что вырос при всем, при этом я в спальном районе. Это Ярославка, Лосиный остров. Учился в обычной школе, жил в обычном доме и играл в обычном дворе. И так получалось, что всегда была какая-то некая грань между вот этой сферой, в которой находятся родители, и при этом, наверное, в каких-то наших возможностях, потому что они были не такими крутыми, как всем казалось. И это вот вечный какой-то конфликт внутри, когда ты и там типа не свой, и тут еще не дорос. Как мне кажется, да, я всегда был мега-активным. Но я такой, знаешь, типичный троечник, который, да, сбегает с уроков, обожает спорт, при этом я параллельно всегда чем-то занимался. Потому что я с 7 лет был уже в балете Тодос, я там учился, потом я там работал. И постоянно после школы, выбегая, кидал один рюкзак, забирал второй и уезжал до 11 вечера на занятия. Вот. Приезжал, вообще не успевал учить уроки. И на следующий день в школе что-то там пытался придумать и симпровизировать. В возрасте где-то 10 лет, может быть, помните, появился такой продукт «Рыжий ап» у компании «Вимбельдан». И там был такой, собственно, зверек, и меня выбрали в качестве ребенка, поющего вот эту вот песню. И это был даже клип, был пул первых реклам от снятых для этого продукта, и я там тоже участвовал. Да, наверное, сам процесс, те съемки, мне показалось очень там все это увлекательным, классным. Но тот фидбэк, который я получил, он был плохой для меня, потому что это в том числе нанесло мне там в тот момент какую-то психологическую травму. Я помню, как меня жестко пытались задразнивать вот этим вот «Рыжим апом». Я сначала не обращал внимания, потом мне становилось действительно обидно, когда это уже переходило какие-то границы. Но поскольку я там вырос, и, в общем-то, все были свои, я эту волну очень быстро погасил, потому что все мои друзья, они были там на 5, на 6 лет старше, и это были уже старшеклассники. Сказал, мне начинает конкретно задалбливать, ребята, выручайте. Вот, и пришлось как бы пару человек ликвидировать в этом смысле. Но все равно, травма так или иначе, она была, и у меня вот эта популярность, она почему-то сразу соотносилась со стрессом. Все, что происходило за кадром, я говорю, съемки, какие-то там выступления, это все было очень круто. Я в тот момент уже танцевал, причем как ребенок уже хорошо танцевал. И это были очень крутые процессы, всегда было приятно, когда подходили взрослые или какие-то даже именитые артисты и говорили, слушай, ты молодец, так там некоторые даже взрослые не могут чего-то сделать, а ты уже это делаешь. Это было приятно. Я думаю, что все мои друзья были старше, потому что у меня есть старшая сестра, Дарина, она у меня старше на 5 лет. И, то есть, я все детство провел с ней, то есть, мы игрались, приходили ее друзья. Меня пытались знакомить всегда с маленькими, но я как-то, ну, я всегда находил общий язык со всеми, был коммуникабельным, но мне было всегда интереснее тянуться к тем, кто постарше. Поэтому я задалбливал всех ее друзей, я приходил к ним домой, я приходил к ним на обед и на ужин. И так у меня в жизни, кстати, появился мой лучший друг с детства, это Даня, с которым изначально пипец как не заладилось. Он пригласил на свой день рождения мою сестру, она была тогда на гастролях со своим папой. У нас разные папы. И мама сказала, что, слушай, ну, Дарина сейчас нет, но к тебе придет малой. И он такой, какой малой? Говорит, ну, придет типа Владик тебя поздравить и так далее. И Владик пришел, внимание, сейчас это важный момент. У меня была такая машинка, Porsche такой черный, классный. Но как бы не было левого переднего колеса. И вместо него я вставил чупа-чупс и на голубом глазу ему эту машинку подарил. Мы это просто запомнили, это было так смешно, потому что я ему просто подарил поломанную тачку. Он как бы сказал, да, спасибо, проходите. И пока все сидели на кухне, пили чай, ели торт, общались, я пошел в другую комнату и раскрыл все его подарки. Даня был в шоке, но тем не менее, он тогда еще не мог предположить, что вот этот маленький говнюк, это как бы его будущий лучший друг. Вот так вышло. Я очень переживал, что у меня будут прыщи. Ну, то есть я был уже ребенком-артистом, я уже выступал в коллективе. И то есть, да, мне на тот момент было крайне важно, чтобы все было окей, потому что какие-то съемки или еще чего-то, я думал, что я могу прийти на какие-то пробы. То есть у меня какой-то такой страх был. И тьфу-тьфу-тьфу, у меня вот с этой историей вообще не было проблем. Меня там один раз лет в 12 высыпало, какая-то там солнечная была фигня, вот. Но это прям дошло ровно до шеи, то есть у меня вот тут все это было. А с лицом, ну, слава богу, нет. Так что я всю эту историю как-то прошел. Честно, я сейчас это вспоминаю, думаю, господи, что за бред? Нет, зачем было так вообще переживать на эту тему? Ну, это ж нормально. Помню в школе, мне было, наверное, лет 13, была девочка Лена. В школе она была старше на два класса. И я помню, что в честь 14 февраля как раз была сделана вечеринка в школе. Это было в спортзале. Все оборудовали там огнями, ставили очень крутые на тот момент треки. И все орали, пели. И я помню, что вот эта симпатия у меня уже длилась там прям несколько недель. И что-то как-то прям завязалось. И я помню, что мы после этого ходили, гуляли по району, скрывались, прятались на каких-то, ну, на коробках, где все играли. Там была куча снега, мы прям в снег взрывались вот так вот в пуховиках. Вот лежали с ней, обнимались, целовались. И просто это было что-то сумасшедшее. Очень крутые были эмоции. Прямо реальные чувства у меня были сразу после фабрики. Как сейчас помню, это было 8 марта. Это был отъезд в большой тур. Прямо у нас каждый день новый город был. Было какое-то сумасшествие. И вот 8 марта я приехал к одной девочке в гости. Самое смешное, что мне нравилась ее подруга. Как бы изначально. И я на нее вообще не обращал внимания. Ну, и она была классная, симпатичная, но мой энергетический фон был явно перемещен в тот момент. И так получилось, что она просто вот в один вечер эту всю историю перевернула. И я помню, что она меня провожала. И вот все, это была любовь по телефону, наверное, больше. То есть мы каждый день просто невероятным количеством времени общались, 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 общались. Вот это были мощнейшие чувства, но которые очень быстро закончились, потому что меня прям жестко обманывали, как выяснилось. Я искренне верил, что вот все, что было до того момента, это была вот просто влюбленность, классные отношения, вот эти вот чувства. А тут я был уверен, что это просто моя первая любовь, потому что до этого я не испытывал вот настолько ярких. Было круто, но тут прямо я просто был на каком-то седьмом небе. И я помню, что для меня это было так жестко. У меня еще в тот момент Даня как раз, друг, о котором я рассказывал, он был с балетом Todes в Штатах. И он возвращался буквально через 2-3 недели, и параллельно его девушка, с которой он там 4 года, встречался. Она ему просто отправила вот так вот письмо на почту и как бы вот так с ним рассталась. Он просто в шоке у него, ну они жили вместе, у него там все вещи, у нее дома. Ну короче, просто полный какой-то трэш. И я помню, как мы вот с ним по связи, просто по скайпу иногда пытались как-то друг друга поддержать. И через 2 недели он приехал, он говорит, я не понимаю вообще, что делать. У меня мир рухнул. И я ему говорю, братан, я просто в таком шоке. То есть мы там чуть ли не плакали с друг другом с бутылкой водки. Вот так это все было. И я ему просто говорю, короче, собираю все свои вещи и гони ко мне на съемную. Будем просто вот, давай до Нового года. Типа вот вместе проживем, дальше уже разберемся. И вот мы просто реально друг друга как-то вытащили. Но изначально это были очень жесткие тусовки. То есть я, это тот случай, когда в жизни вот единственный раз я реально ушел в штопор. И мне было 16 лет. То есть я ушел в штопор в 16 лет. Это было очень некруто. Я просто помню, что через 2 или 3 месяца постоянных, каждодневных каких-то угаров, очень жестких вечеринок, мы просто сидим с ним вот так вот на кухне. Это время, знаешь, типа 8 утра. То есть только солнце светит, мы такие все побитые, помятые. Я помню, я поднимаю на него глаза и говорю, братан, я так больше не могу жить. Это просто какой-то трэш. Он говорит, да, надо заканчивать. Типа все. И вот мы с того дня перестали. Мы всю жизнь были на спорте. То есть я, я еще у меня там с сигаретами были какие-то проблемы периодически. Он даже не курил. Он вообще алкоголь не пил. И вот тут просто вот была такая пора. И мы с ним все. Дали друг другу слово. Мы не курили, не пили, ничего вообще никак. И буквально за ближайшие 3-4 месяца что-то наша работа как-то нормально выстроилась. Все пошло как-то по-хорошему. И я встретил девушку, с которой потом я 3,5 года жил. Так что вот такая была у меня пора. Мне с детства отец говорил, что ты должен быть как универсальный солдат. Ты должен быть хорошим вокалистом, хорошим танцором, хорошим актером. Ты должен уметь общаться. Ты должен хорошо выглядеть. Вот это все нужно как-то в себе совмещать. И мне это было очень близко. То есть это было не из-под палки. Я супер был всегда неорганизованный. И меня нужно было пинать только в смысле того, что я поднимал свою задницу и шел куда-то. Что-то делал. Потому что я мог проспать. Что-то убежать, играть в баскетбол. И потом понять, что я куда-то опаздываю. То есть в этом смысле меня, конечно, надо было направлять. Но то, что я это любил, это однозначно. Я всегда в это верил. И я верю в это по сей день. Так получается, что на самом деле, если вот брать мой путь, а его адекватно и объективно могу только я, наверное, оценить, то мне вообще никогда ничего легкого не давалось. Мне даже нравится, что этот путь такой тернистый, потому что он очень закаляет. И я не знаю, что меня вообще может бить. Какой разговор с каким большим человеком вообще по барабану. И за последние лет, наверное, пять у меня настолько сильно сформировалась собственная позиция, что мне вот пофиг, кто что говорит. Я вот вижу свои какие-то цели, я к ним иду. И мне многие говорят, ты чего? Но это не сработает. Нет, так это не должно быть. Но это мой путь. Я оптимист. Я жизнелюб. То есть я абсолютно искренне говорил, что я не понимаю, что меня может убить, потому что даже когда происходит полная задница, и когда все сидят там, пытаются тебя взять за плечо и сказать, там все будет окей, я так говорю. Я беру за плечо и говорю, все будет окей, мы из этого выберемся, все будет хорошо. Говорит, как ты улыбаешься, ты вообще живой человек, что с тобой? Я говорю, ну а что? Нам что, не будет что есть? Пойдем пачку пельменей за 80 возьмем, мазиком намажем, будет классно. Было и так, было и по-другому. И на Мальдивы летали, и в съемной однушке жили, и на диване у друзей спали, потому что не было возможности снять там что-то свое. Разное. Поэтому я говорю, мое детство и вообще мое становление, это просто целая палитра. Это куча всего. Это и ЗОЖ, и жесткие грязные вечеринки. Это и достаток, и просто полная, извините, да? Ну, это не страшно. Страшно это терять близких. Страшно это болезни. Вот это страшно. Бывало, что все хорошо. Вот казалось бы, все нормально, идет в гору. Я просто помню один из последних таких моментов. Это было где-то год назад. Я еду за рулем, еду домой. Меня ждет жена, меня ждет ребенок. Родные, все близкие, все в порядке, все хорошо. Я просто задумался на тему своего музыкального проекта. Того, что, блин, у меня вот не получается что-то там. Все опять в бабки упирается. Что делать? Может, надо ставку вообще на другое там как-то переносить. Я помню, я так загнался в этот вечер, что мы лежали, и я говорил, я буду делать это, 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 это. Теперь внимание, сам себя в тупик ставил. Чтобы что? И вот так вот этим вопросом можно себя поставить в тупик вообще окончательно. То есть, типа, делать это, чтобы что? Заработать миллионы, чтобы что? То есть, если ты просто сейчас несчастлив, то это не имеет никакого смысла. Надо же об этом думать. А потом очень быстро возвращает на землю. Ты с руками, ногами. У тебя, в принципе, все есть для того, чтобы добиться успеха. Не знаю, прочитай мотивирующую книжку. Если ты такой дурак, и сам не можешь себе дать пинка. Разное было. У меня были, вот один раз, один раз, у меня была мысль такая, у меня было крайне фигово, и я не понимал, как вообще из этого выбраться, и что вообще дальше. И она такая промелькнула маленькая такая, тук, что есть какой-то такой вариант. И я в смысле его реально рассмотрел, ну, как бы, то есть такой, так, есть вот такой вариант. А потом понял, что, ну, это надо быть просто таким эгоистом, чтобы это сделать. Из любой сложной ситуации, из любого тупика можно выбраться. Потому что есть не только низ, право, лево и вперед. Можно пойти назад, там покопаться, можно наверх пойти, подумать. Я думаю, что вот эти мысли всегда нужно исключать. Прям работать. Знаешь, можно подумать, прежде чем сказать, а можно подумать, прежде чем подумать. Вот я за вот этот подход. Я всегда в жизни понимал, что это плохо. То есть я никогда это не воспринимал как... Хе-хей, класс! Я как бы, я пробовал. Я пробовал это в своей жизни, и я думаю, что кто через это проходил, всегда знает, какую пустоту это все несет в дальнейшем. Что вот эти все... Вся вот эта эйфория, все это из тебя выходит. И ты потом в депрессии находишься. Потом ты не знаешь, как с ней бороться, и ты хочешь пробовать еще. И это ужасно. Особенно это ужасно, когда люди в целом в упадническом состоянии. И они же... Ну, это деструктив, это разрушает, это не дает тебе быть в форме, быть готовым к любой ситуации, оказаться в нужное время, в нужном месте. И об этом, обо всем можно вообще забыть. То есть ты сокращаешь свои шансы, там, до нуля практически. Вряд ли в этот период у кого-то в жизни происходил какой-то успех. Я что-то вот не помню такие рассказы даже от великих деятелей культуры. Я не помню такой ситуации, что типа кто-то рассказывал, что мы бухали, и тут я подписал контракт. Все по-другому. Я пахал, я делал то-то, то-то, то-то. Бегал по всем студиям со своими пластинками, пытался что-то сделать, и тут меня заметили. Как правило, мы слышим какие-то такие вещи, и это факт. Поэтому да, я пробовал это все, и да, я считаю, что это плохо, и считаю, что если есть возможность вообще это обойти, и этого не касаться, то лучше так и сделать. Надо принимать решение сегодня. То есть вот эта история, типа сейчас я еще там, а вот завтра, и так не работает. То есть ты либо сейчас отказываешься от чего-то, либо никак по-другому. И я очень рад, что вообще любые сложности, плохие ситуации в моей жизни, которые происходят за последние годы, я это воспринимаю наоборот как некий способ подсобрать свою энергию, вообще пообщаться с самим собой, все это выстроить и наоборот входить в супер режим. То есть если ты даже чуть больше спал, забивал на спорт, то тут надо саккумулироваться, вставать очень рано, медитировать, заниматься спортом, движуху вот эту вот всю создавать. Должна всегда быть мысль в голове, что тебя ничего не убьет. То есть при этом не надо тоже уходить за пределы, потому что иногда одна секунда решает твою жизнь. Мне папа иногда говорил, ты лучше на пять минут опоздаешь, но будешь живым. То есть там не надо перебегать дорогу. Ну какие-то такие вещи. А вообще, мне кажется, что ну очень важно именно свое мнение сформировать. Не в том плане, что надо со всеми спорить или что-то кому-то доказывать, но даже в ситуациях, когда на тебя способно повлияет твое окружение, где угодно. Когда тоже есть социальное давление, когда тебе говорят, ты что там не свой, ты с нами не выпьешь или там еще что-нибудь. Вот я считаю, что тут надо, вот тут надо отстаивать свою точку зрения. Я знаю, что каждый подросток стоял, у которого были такие ситуации, да, которого пытались склонить к чему-то. Он стоял и внутри понимал, что это точно не нужно делать, что это плохо и ему вот не по себе от этого. И при этом вот это вот давление, типа давай там, не знаю, или мы тебя там отпинаем или еще чего-то. Ну ты же понимаешь, что эти люди уже тебя не уважают. Ну глобально. Ну как, ну если они тебя заставляют делать то, чего ты не хочешь, если они тебя даже не спрашивают, а просто пытаются тебя склонить, потому что им так надо, значит они тебя уже не уважают. Так лучше пусть они тебя отпинают. Но ты будешь не одним из них, ты будешь со своей позицией. Если внутри тебя что-то борется, вот это и отстаивай, это твое настоящее. Я бы себе сказал ровно то, что я только что говорил и советовал, честно. Я почему это советую, да, потому что у меня есть собственный опыт с тем, когда меня продавливали в какую-то сторону. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!